Кто не рад, что началась весна? Поднимите руки. Вот если верить информации Всемирной Организации Здравоохранения, то руки сейчас поднял каждый пятый человек на планете. Именно столько людей сталкиваются с сезонной аллергией. Что же такое, откуда берется заложенность носа, кожный зуд? Как со всем этим справиться? Об этом в ближайшие полчаса. Меня зовут Инна Спанченко. Здравствуйте. Это программа «Звоните доктору». Дежурный врач нашей скорой и телевизионной помощи сегодня. Врач-аллерголог-иммунолог Константин Блашинцев. Добрый вечер. Добрый вечер. Мы работаем в прямом эфире. 202-11-22. Телефон для ваших вопросов. Если вас беспокоит все, что связано с аллергией, как раз удобный повод набрать номер телефона и позвонить к нам. И за одним выяснить, как же начихать на весну. Глупый вопрос задам сразу с самого начала. Сейчас давай уроним свой рейтинг. Но тем не менее, аллергия и аллергии слышим каждый день с утра до вечера. А что же все-таки такое аллергия? Я, конечно, осмелюсь предположить, что это реакция на что-то. Какая это реакция на что-то? Ну, аллергия. Обычно пациенты говорят, приходят на прием и говорят, вот у нас проблемы с иммунитетом, у нас аллергия. Иммунитет упал, и поэтому аллергия. Но это совершенно обратная ситуация, потому что иммунитет не упал, а наоборот он чрезмерно сильно реагирует на вполне привычные какие-то окружающие моменты. Ну, например, сейчас что у нас? Весна, начинают распускаться листики на деревьях, листочки на деревьях, начинают цвести, летит пыльца. И, ну, значительная часть, к счастью, значительная часть населения встречает весну с радостью, а, как вы сказали, у 20% населения земного шара наступают трудные времена, потому что у них иммунные системы чрезмерно сильно реагируют на контакт с вполне безобидными аллергенами пыльцы. То есть аллергия – это чрезмерно сильная реакция иммунной системы на безобидные антигены. Ну, и не только на пыльцу, конечно же. Просто мы сегодня достаточно осузили тему, да, и хотим про весну поговорить. Хорошо. Сезонная аллергия, наверное, проявляется у всех по-разному, или это абсолютно одни и те же симптомы? Ну, поскольку сезонная аллергия – это аллергия на пыльцу, то страдают в первую очередь те органы, которые контактируют с пыльцой. Это дыхательная система. Поэтому, начиная от носа и кончая легкими, при контакте с аллергенами появляются различные симптомы. И, ну, подавляющее большинство пациентов предъявляют сходные жалобы. Заложен нос, чешутся глаза, тяжело дышать, у кого-то чешется язык, горло, там, в груди, уши чешутся. Если такие симптомы есть, значит, надо заподозрить, что это аллергия, и обратиться к врачу. И тут уж совсем не до радости весны, я так думаю. Нет, можно защититься от этой напасти. Для этого надо прийти к врачу-аллергологу заранее, потому что существует прийти... Заранее, то есть зимой? Ну, осенью. Когда заканчивается период цветения, пациент приходит к врачу-аллергологу, проводится обследование, выявляются, какие аллергены вызывают симптомы, и назначается лечение соответствующее. Это лечение называется аллергеноспецифической иммунотерапией. То есть на что есть аллергия, тем и лечит. Если мы сейчас берем с вами весну, то это пыльца деревьев лечит аллергеном пыльцы деревьев. Если мы берем середину лета, это пыльца трав, соответственно, лечит аллергеном пыльцы трав. Ну, и, соответственно, та трава, которая растет во вторую половину лета, лечит во вторую половину лета. Метод придумали достаточно давно, 121 год назад, но, к сожалению, у нас в Самарской области лечится аллергенами, ну, я думаю, что тысяч десять человек. Вот вы просто напрочь разбили весь мой четко выстроенный план сегодняшней программы. Я случайно. Поэтому я тогда его нарушу, раз уже так случилось, и вообще не про сезонную аллергию спрошу. Вот вы меня сейчас навели на мысль, если нюхать пыльцу, на которую у тебя аллергия, то это может способствовать исцелению. А что по поводу кошек? Вот в последнее время очень часто слышу это от знакомых, от друзей аллергия на кошку, причем даже у людей, которые никогда в жизни об этом не слышали. И тоже такая же версия, что если терпеть проявление от кошки дней пять, то они пройдут. Ну, вы знаете, это совершенно справедливо. Есть такие случаи, когда принесли домой кошечку, у человека вдруг зачесались глаза, он там зачихал, появился насморк. Но проходит какое-то время, и симптомы у него стихают. То есть происходит выработка такой устойчивости к животному. Ну, это тоже аллерген специфической иммунотерапии, только такая естественная. Для тех людей, которые страдают аллергией на кошку, есть такая обнадеживающая новость. Буквально в январе месяце была опубликована информация о том, что у нас в России проходит регистрацию лечебный аллерген кошки для лечения аллергии у людей, у которых есть симптомы аллергического ринита, бронхиальная астма, вызванная пыльцой, шерстью кошки, эпидермисом кошки. Потому что, казалось бы, ну, не заводите кошку, и проблемы нет. Но кошачьи аллергены настолько летучие, настолько агрессивные, что симптомы аллергии могут возникать у человека, когда он контактирует с другим человеком, у которого есть дома кошка. Ну, допустим, дети пришли в школу, там сосед по парте или соседка по парте, у нее есть кошка, а у ребенка там есть бронхиальная астма, и он приходит в школу и, в общем-то, не может ее посещать, потому что по статистике самое большое количество домохозяйств в мире, которые имеют кошек, это Россия. 59,6 домохозяйств имеют кошек. Ну, меньше всего в Корее, там 9% домохозяйств имеют кошек, ну, по известным причинам. Угу. Я думаю, что эта информация очень хороша еще и для зоозащитников, потому что на самом деле это просто проблема, люди заводят кошку, оказывается, что, ну, чаще всего почему-то у папы открывается аллергия, кошку либо выбрасывают, либо начинают все ее дружно пристраивать, что само по себе непросто. Да, просто папа, наверное, негативно смотрит на эту кошку. Просто папа через некоторое время понимает, во что ввязался. Да, во что ввязался и жалуется на аллергию, якобы. Итак, если вы опоздали к началу программы, сегодня у нас в студии доктор, аллерголог, иммунолог Константин Блашинцев. Мы говорим о сезонной аллергии, и мы работаем в прямом эфире 202-11-22. Это телефон, по которому можно задать вопросы сюда, в студию. Ну, мы уже как-то с вами и про пыльцо, и про кошек поговорили. А все-таки какие виды аллергий, можно, наверное, так сказать, да, чаще всего встречаются, тогда уже еще отступим немножко, на что чаще всего бывают аллергии? Ну, это зависит от возраста человека. Маленькие дети, первый год жизни, это аллергия на пищевые продукты, как правило, это молочный белок. С возрастом симптомы пищевой аллергии проходят, но появляются другие симптомы. Есть такой термин «атопический марш». То есть это этапность появления симптомов аллергии в зависимости от возраста. То есть грудные дети, дети первых трех лет жизни, это атопический драматит или там нейродермит, по-разному его называют в разных странах. После трех лет это уже появляются симптомы респираторной аллергии, это бронхиальная астма, аллергический ренит. Ну и с возрастом количество больных, у которых есть пищевая аллергия, уменьшается. Но в силу того, что у нас развивается устойчивость к большинству пищевых продуктов, а вот чувствительность к аэроаллергенам, она увеличивается с возрастом. Поэтому у нас с возрастом больше больных, страдающих респираторной аллергией. Ну также есть, например, аллергии на металлы, в зависимости от того, какие виды аллергии мы рассматриваем. Вот это и странно. Когда росли мои дети, по крайней мере, считалось, что если сразу до двух, до трех лет у тебя, у ребенка, ничего такого не случилось, то и ура, значит, ничего не будет. А до какого возраста вообще могут случиться с человеком проявления аллергии? Это имеет какие-то... До какого возраста может быть ура? Да. Ну, понимаете, к сожалению, симптомы аллергии могут возникнуть в любом возрасте. Ну, практически до старости. Мы же рождаемся, в общем-то, не больными, к счастью. Рождаемся здоровыми, а с течением жизни, под влиянием наших генетических предрасполагающих факторов окружающей среды, постепенно какие-то болезни развиваются. И если у папы, у мамы нет аллергии, у бабушек, у дедушек нет аллергии, то вероятность того, что у человека в течение жизни разовьется аллергия, она, в общем-то, достаточно мала. А вот если наследственность отягощена, там у мамы, допустим, бронхиальная астма, у папы, там, атопический драматит или наоборот, то, конечно, вероятность того, что у ребенка в раннем возрасте появятся какие-то симптомы аллергии, она очень высока. Ну, тогда сразу, может быть, группы риск стоит назвать? Наследственность я услышала. Наследственность – это первый фактор риска. Второй фактор риска – это экология жилища. Есть такая экологическая теория происхождения аллергии, что чем меньше у нас иммунная система тренируется в борьбе за выживание, в борьбе с инфекциями, с различными, тем больше, чем чаще развиваются аллергические заболевания. Потому что, ну, раньше человек должен был выжить в условиях, когда была чума, холера, там, оспы, иммунная система постоянно тренировалась. Ей было, конечно, не до аллергии. Хотя и фараоны умирали от аллергических реакций, и в XVIII веке, в XVII веке были больные, страдающие пыльцевой аллергией. Но по мере того, как у нас улучшилась наша экология жилища нашего, мы стали реже встречаться с различными инфекциями, ну, иммунной системе нашей надо было куда-то переключиться, такая, ну, найти занятие себе. И произошло переключение иммунного ответа с неаллергического на аллергический. А это приводит к увеличению продукции иммуноглобулина Е, который повышен практически у всех больных с аллергией. И, соответственно, у таких людей чаще всего возникают какие-то аллергические реакции. Поэтому чем лучше мы живем, тем больше среди нас больных аллергии. Да. Давайте пообщаемся со зрителями. Да, давайте. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. У меня вот какой вопрос. Скажите, пожалуйста, бывает ли, существует ли вообще в природе аллергия на солнце? У меня дочка очень белокожая, ну, такая светенькая у нее, светлая кожа. И в последнее время прямо мы замечаем, что она как только по солнцу пройдется, приходит домой, и у нее начинается вот этот вот зуд, она прям расчесывает места, и тут такие какие-то покраснения на коже. Не очень внимательно, что связано, а то ли с тем, что кожа чувствительная, светлая, то ли, может быть, это действительно какая-то аллергия есть. Есть ли она? Да, спасибо за вопрос. Спасибо за ваш вопрос. Ну, понимаете, это все сезонные проявления. Это не относится к аллергическим заболеваниям, потому что солнечный свет – это не аллерген. Вот в группу аллергии на солнце, так ее условно назовем, относится достаточно много разнородных заболеваний. И правильнее это называть, если правильнее называть, это фотодерматоз. То есть заболевания кожи, связанные с повышенной чувствительностью к солнечному свету. Это могут быть какие-то заболевания кожи, это могут быть заболевания эндокринной системы, это могут быть какие-то хронические инфекции. То есть здесь надо выяснять, но это не аллергическое заболевание. Просто принято называть аллергией, потому что проявляется зудом, сжением. И, как правило, на самом деле страдают люди, у которых светлая кожа. Но как только кожа пигментируется под лучами солнца, обычно проявление фотодерматоза уходит. Но вы посоветуете разобраться, загорать или не загорать сейчас? Обязательно надо пользоваться солнцезащитными кремами с высоким фильтром. Не менее 50%. Носить, пока не пигментируется кожа, надо носить одежду с длинными рукавами, шляпы широкополые, панамы. Ни в коем случае не носить короткие платья, лучше всего брюки. По мере того, как пигментируется кожа, как правило, симптомы солнечной аллергии проходят. Но я рекомендую все-таки обратиться к аллергологу, потому что все-таки фотодерматозами занимаются либо драматологи, либо аллергологи. И пройти обследование для того, чтобы понять причины развития вот этого фотодерматоза. А сейчас давайте мы узнаем последние новости, что произошло в медицине региона за ту неделю, пока мы с вами не виделись. В Самаре запустили горячую линию по вакцино-профилактике инфекционных болезней. Интересующие вопросы можно задать специалистам управления Роспотребнадзора и Центра гигиены и эпидемиологии. На базе городской больницы номер 4 открыт круглосуточный прививочный пункт. Здесь можно пройти вакцинацию без записи, в порядке живой очереди. Необходимый паспорт, полис и СНИЛС. Граждане старше 65 лет по-прежнему на самоизоляции. Режим продлили по решению штаба по борьбе с коронавирусом. Продолжает действовать и запрет на нахождение несовершеннолетних в торгово-развлекательных центрах без сопровождения взрослых. Мультидисциплинарные бригады врачей осматривают жителей области. На этой неделе медицинский десант выезжал в Хворостянский район. Селяне получили рекомендации кардиолога, невролога и эндокринологам. Минздрав России утвердил новый порядок оказания помощи пациентам с онкозаболеваниями. Он выстроен так, чтобы больной мог получить необходимую помощь в максимально короткие сроки, вне зависимости от места проживания. Это программа «Звоните доктору». Сегодня мы говорим о сезонной аллергии. У нас в студии Константин Блашенцев, врач-аллерголог-иммунолог. Мы работаем в прямом эфире 202-11-22. Можете звонить к нам в студию, если у вас есть вопросы. Вот вы сейчас говорили, рекомендовали женщине, которая звонила, все-таки обратиться к врачу для того, чтобы определить, аллергия или не аллергия, и на что. А все-таки какие методы есть у аллергологов для того, чтобы понять, на что именно у человека аллергия? Это ведь, наверное, очень важно. Ну, это очень хороший вопрос, потому что в арсенале врача-аллергологов сейчас огромное множество всевозможных тестов. Владиславович, я вас прям сразу прерву, пока вы не начали отвечать. Давайте послушаем еще один звонок, а потом вернемся. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте. Да, спасибо большое за вопрос, мы поняли. Спасибо большое за ваш вопрос. Ну, в общем-то, в вашем вопросе был ответ. Вы съели мед, и у вас развился отек к венке. То есть развилась острая аллергическая реакция на мед или какие-то там продукты пчеловодства, которые содержатся в меде? Никогда не было, не было и вдруг. Вот, собственно, вопрос, наверное, в этом, да? Вполне возможно, вполне возможно, мы не знаем всех подробностей этой истории. Вполне возможно, что у человека была аллергия какая-то до этого, либо на укусы насекомых, либо у него была аллергия там на пыльцу сорных трав, которые цветут во второй половине лета, или, наоборот, на пыльцу деревьев, и в зависимости от того, какой мед вы ели, это цветочный мед, либо это там, то есть мед там липовый, там гречишный. Гречишный, да. Да, у вас могла возникнуть аллергическая реакция. Или же такие реакции возникают нередко у больных, у которых есть какая-то патология желудочно-кишечного тракта. Это такие псевдоаллергические реакции, но проявляются точно такими же симптомами, как и острая аллергическая реакция. Но здесь в любом случае, это такой, в общем, ответ на вопрос. Здесь требуется, конечно, консультация врача-аллерголога, чтобы разобраться и предупредить развитие таких реакций в будущем. Ну, то есть, а у него есть шанс еще когда-то поесть мед? Я так понимаю, что хочется. Ну, если вечером захочется поесть меда, то отек к венке может быть сегодня. Я так поняла, что не стоит все-таки. Итак, насколько достоверны исследования по поводу того, на что именно у человека аллергия? Любой врач начинает с расспроса пациента. И обычно при расспросе уже становится понятен круг проблем пациента. Если там, мы говорим о сезонной аллергии, ну, становится понятно, если вот у больного появляется там насморк апрель-май или там июль-август, то, видимо, это апрель-май – это аллергия на пыльцу деревьев, июль-август – это аллергия на пыльцу сорных трав. Дальше надо понять, на какой из растений есть аллергия. Для этого есть такой традиционный метод обследования, как кожные пробы. Они делаются до сих пор, являются золотым стандартом диагностики, определяется перечень аллергенов. Выявив те аллергены, на которые человек реагирует, встает вопрос о том, чтобы лечить дальше. Для этого существует аллергокомпонентная диагностика. Когда каждый аллерген раскладывается на мелкие составляющие и смотрится, есть ли аллергии на главный аллерген, на неглавные аллергены, если есть аллергии там на главные аллергены, то эффект от лечения будет очень хороший, и такой больной должен как можно раньше начать лечение аллергенами. Эта аллергодиагностика у нас доступна. Это анализ крови. Да, наши сетевые лаборатории делают эти анализы. Все равно все-таки лучше, чтобы врач порекомендовал, что именно проверить. Безусловно, стоимость этих анализов варьирует от недорогих до очень дорогих. И, конечно, самому пациенту не имеет смысла делать, потому что может человек сдать анализы, а совершенно не те, которые нужны врачу-аллергологу. Еще, наверное, очень актуальный вопрос на сегодняшний день. Проявление аллергии, наверное, как мне кажется, можно спутать с проявлениями коронавирусной инфекции. Ну, как минимум, кашель, слезящиеся глаза и что-то. Ну, и это на самом деле не очень хороший вариант, потому что коронавирус-то нужно прям лечить незамедлительно. Да, вы знаете, кстати, хорошо, что у нас зашел вопрос на эту тему. Если говорить о респираторных проявлениях коронавируса, как правило, у больных с легким или с средне-тяжелым течением коронавирусной инфекцией появляются нарушения обоняния и небольшой насморк. Но в последнее время достаточно часто больные стали жаловаться, что выраженный насморк появляется. Говорят, как открыли кран, из нос льется, 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 льется жидкость прозрачная. И вот сейчас, в весеннее время, можно это перепутать с пыльцевой аллергией. В принципе, если бы это был, там, 19-й, 18-й, 17-й год, я бы, конечно, однозначно сказал, что надо срочно пойти на прием к врачу-аллергологу, потому что это, вероятнее всего, аллергия. Сейчас надо сдать мазок ПЦР на коронавирус. Если это коронавирусная инфекция, то, соответственно, начать соответствующее лечение. Если это не коронавирус, то здесь надо идти к аллергологу. И еще. У детей в особенности, и достаточно часто у взрослых, коронавирусная инфекция протекает с кожными высыпаниями. Вот ко мне достаточно часто на прием приходят пациенты, у которых появляется крапивница, которой никогда не было в жизни, или, возможно, была. Но, учитывая, что у нас заболеваемость с коронавирусом достаточно высокая, поэтому в план обследования включаются анализы на коронавирус. И, ну, пожалуй, у третьей, если не у половины больных с крапивницей, которая обращается в течение вот текущего 21-го года, выявляются антитела к коронавирусу. То есть больные приходят в остром периоде коронавирусной инфекции. Я представляю, как они удивлены в этот момент. Да, они очень удивлены, и потом перезванивают, говорят, доктор, спасибо большое. Что не просмотрели. Мы выяснили, что у нас есть антитела или положительный ПЦР на коронавирус. Соответственно, это не аллергия. А знаете, я вот еще прочитала, некоторые специалисты утверждают, что аллергики вообще меньше болеют вирусными заболеваниями и онкологическими тоже. И это связано с тем, что у них очень много так называемого иммуноглобулина Е. Это действительно так или нет? Ну, вы знаете, в отношении того, что они болеют реже простудными заболеваниями, наверное, это не совсем правильно. Потому что у аллергика существует постоянное аллергическое воспаление на слизистых. И, естественно, воспаленные слизистые – это ворота для вирусов, для бактерий. Поэтому вот маленькие дети, дети школьного возраста, они, наоборот, чаще болеют. Потому что у них постоянно текущий аллергический воспалительный процесс. Ну, если говорим о круглогодичной аллергии, они ходят в детский сад, в школу, где контакт с большим количеством детей с разными своими вирусами и бактериями. И такие дети болеют все-таки достаточно часто. То, что больные онкологическими заболеваниями болеют, то есть больные аллергии, реже у них выявляются онкологические заболевания. Ну, это связано с особенностями иммунного ответа при аллергии. Не с иммуноглобулином Е. Из вашей практики, есть ли случаи, когда от сезонной аллергии можно избавиться от слова «совсем»? Или все-таки ее можно только привести к комфортному состоянию? Безусловно. Понимаете, какая ситуация? Чем раньше больной обратится к врачу-аллергологу, тем у него больше шансов, что он выздоровеет от аллергии. Ну, при любом хроническом заболевании мы считаем выздоровлением, когда на протяжении длительного времени у человека нет симптомов заболевания. Допустим, при язвенной болезни желудка, ну, была когда-то язва, пролечился, всю жизнь прожил, больше язвы нет. Человек считаем, что выздоровел, но на самом деле он остается хроническим больным. Также и аллергик. Мы пролечили, провели курс аллергенспецифической иммунотерапии, у человека исчезли симптомы аллергии, он дальше живет стойкой ремиссии, и, соответственно, мы считаем, что он выздоровел, просто он нуждается в динамическом наблюдении. И в оставшуюся одну минуту нашей программы все-таки попрошу вас ответить на вопрос, если человек аллергик, означает ли это, что он точно не сможет привиться от коронавируса, ну, собственно, не только от коронавируса? Если у него нет аллергии на компоненты вакцины, он может прививаться всеми имеющимися вакцинами. Если есть аллергия на белок куриного яйца, как многие считают, что вакцина содержит, она не содержит белок куриного яйца, могут прививаться все больные аллергическими заболеваниями. Но предварительно, наверное, все равно нужно консультацию получить, да? Если есть сомнения, можно прийти на консультацию к аллергологу. Итак, мы сегодня с доктором Константином Блашинцевым говорили о том, как же начихать на весну. Иными словами, как сделать так, чтобы сезонная аллергия не беспокоила вас и не мешала вам наслаждаться расцветом природы, да? Спасибо большое за участие в программе. Будьте здоровы, увидимся через неделю. Редактор субтитров А.Семкин